Всем привет дорогие зрители, с вами мистер Шпилкис и мы продолжаем прохождение игры Ghost of a Tale и приключения нашего маленького мышонка Тила. В прошлой серии, друзья, мы с вами спустились в катакомбы. Вот как раз, да, катакомбы. Нам напомнили, что мы в них. И продолжим изучение этой локации, друзья, смотреть, что здесь есть интересного. В прошлой серии тут меня пыталось прикусить местная какая-то каракатица страшная, непонятная. Выскочила она снизу. Я, друзья, очень давно уже не играл в Ghost of a Tale, но все-таки решил допройти эту игру. Я ее немножечко тормознул. Тогда, давно-давно. Поэтому, если я буду в чем-то путаться, что-то забывать, друзья, ну, что ж, потерпите какое-то время. Я подпривыкну сейчас опять снова к этой игре, потому что, друзья, время прошло достаточно. Я уже мог тут какие-то основные моменты и подзабыть. Но вот что я помню, так то, что вот в этих вот штуках сидят злобные твари. Могут выскочить и укусить. Вот прямо здесь они сидят. Давайте попробуем сейчас пробежать мимо. Ох, друзья, каким-то ядом она заразила нас. Гадина этот фиолетовый туман. А, непонятно, а вот здесь капкан, друзья, смотрите. Нужно аккуратно нам. И, может быть, что-то здесь есть посмотреть. Можно тоже капкан. В общем, здесь одни неприятности нас ждут, друзья. Поэтому аккуратно проходим дальше. Урна Хайта. Отлично, друзья, отлично. Давайте освежим в памяти вообще, какие у нас здесь задания. Нам нужно раскрыть тайну катакомб. А именно, найдите алтарь в катакомбах. Спуститесь в катакомбы под крепостью и найдите сокровища. Переодевшись стражником, вы незаметно прошли через западные ворота. Отряд попал в засаду пауков. Вы должны идти дальше в одиночку. Понятно. Ну вот, наше задание на катакомбы, друзья. В основном, дальше здесь у нас всякие задания на сбор всяких разных комплектов. Брони, одежды, цветы. Ну, давайте займемся заданиями. Можно периодически изучать карту, друзья, куда мы вообще идем. Ну, надеюсь, что идем правильно. Давайте дальше пройдемся, посмотрим. Тяжелая урна. Вот, друзья, интересно. А пригодится ли нам эта тяжелая урна где-нибудь здесь сейчас? Давайте ее возьмем с собой и немного пронесем до двери. Не та поверхность, чтобы положить предмет. Эти ворота строились для более тяжелых существ. Угу. Вот, друзья, смотрите. Тяжелая урна. А ну, давайте поищем еще. Может быть, еще где-то есть такая тяжелая урна. Может быть. Нет, это не они. Для более тяжелых существ, друзья. А что, если нам одеть комплект стражника? Давайте попробуем. Мы ничего не теряем, если попробуем одеть комплект стражника. Я думаю, что он... ...должен сделать нас потяжелее, чем мы обычно. Так, а что у меня не наделось? Да нет, вроде все наделось. Появилось здесь еще уши. А ну, друзья, давайте попробуем сейчас. Эти ворота строились для более тяжелых существ. Так, ну и что? А, вот как оно, друзья. Вы посмотрите. Значит, просто урна и рядом стоящие тила, это не то. А тила с урной в руках, это как раз именно тот вес, который необходим этим воротам. Но это как минимум как-то странно. Ну да ладно. И давайте переоденемся обратно. Я не помню, что у нас было. По-моему, был поясок, капюшон. Ну, сейчас мы все наденем, а там будет видно, что у нас работает, что нет. Так, наверное, вот это. Не знаю, не помню, друзья, уже. И кольчужная маска. А там у нас была маска вора, насколько я помню. Да. И, в общем, больше у нас ничего не прибавляет. Наши способности, поэтому мы пойдем дальше. В таком виде. И пришли мы, друзья. Перед сохранением... А, все, я вспомнил, мы же сохраняемся во всяких бочках там и все такое. Пришли в какой-то интересный зал. Давайте посмотрим, где мы оказались. Друзья, какой-то звук сверху был. Шуршание какое-то странное, прям страшное и непонятное. И посмотрите, в каком огромном зале мы оказались. Настоящие катакомбы, друзья, прям. Дух захватывает, глядя на все это. И страшно и интересно одновременно. Что ж, давайте продолжим. Еще одна урна. Смотрите, урна Дуин Лан. Берем. И, друзья, идем дальше. Нужно быть аккуратным, чтобы сейчас какая-нибудь дрянь не выскочила, не укусила нас. А мне кажется, друзья, мы пришли именно туда. Да, я так и думал. Именно туда. Откуда мы начали серию. Только непонятно тот факт. Получается дверь. Мы бы не открыли ту дверь, я понял. Все ясно. С этой стороны не открыли бы. Давайте сверимся с картой и посмотрим, где мы сейчас. Так, ну, примерно понятно. Вот вопрос только, а можно ли нам пройти? Пройти, давайте попробуем, друзья. Кое-что хочу сейчас проверить. Во-первых, вот какой-то есть спуск сюда. Давайте пройдемся аккуратно, аккуратно. Чтобы не свалиться. Но, по-моему, друзья, здесь нас ничего хорошего не ждет. По-моему, тут какой-то у нас тупик. Пройти дальше не получается. Поэтому аккуратно, друзья, идем. Хочу кое-что посмотреть. Если нам пройти по кругу, только в другую сторону, вон туда. Там есть какой-то вообще проход? Или там ничего нет? Но определенно можно попытаться перепрыгнуть, друзья. Это свеча. Оп, перепрыгнули. Отлично, дверь. Ключ от главного зала. И, внимание, друзья, посмотрите, там паук. Паук и что с ним делать, совершенно непонятно. По идее, можно его как-то заманить в капкан. А ну, друзья, попробуем. Давайте попробуем швырнуть в него палкой. Получи. Получи, злой паук. Не хочет он. Он не хочет подсвечиваться как цель. Так, друзья, все, аккуратно, аккуратно. Ну, давай, иди сюда. Нет, друзья, палки его определенно не берут. А что же его возьмет, интересно? Может, шишкой в него швырнуть? А ну, давайте попробуем. Получи. Друзья, отлично. Отлично. Вот на что я рассчитывал. Чтобы его подкусил капкан. И так произошло, друзья. Вот единственный момент. Не очень хочется нам подгореть. Карта катакомб. Абол стражника. Найдите пропавших стражников. Вот, друзья, один из пропавших стражников. Паук здесь напал на него и не оставил ему ни единого шанса. И еще один паук, друзья. Но, к сожалению, с этим пауком может быть все сложнее. Давайте попробуем аккуратно пройтись. Он стоит к нам спиной. Попробуем аккуратно пройтись сзади. Возможно, он нас не увидит. Нет, заметил гад. Откроем, друзья, и убежим. Убежим и спрячемся куда-нибудь. Сейчас попробуем. Идет он за нами, интересно, или нет. Ох, друзья, такие они мерзкие. Такие противные вообще. Нереально мерзкие и противные. У меня прям аж на затылке волосы шевелятся от этих гадов. Не люблю я, друзья, пауков. Не тут. Ни где-либо в другом месте. Давайте пока посмотрим, что мы нашли. Мы нашли какой-то колодец. Какой-то провал. Пока ничего не открывается. А ну, друзья, исследуем сейчас. Ничего. Ничего не открывается, но нам обязательно, друзья, нужно каждый закуток, каждый поворотик. Все нужно исследовать, потому что могут нам попасться стражники. У которых нам нужно собрать медальончики. В этих залах когда-то несли службу, крысы. Что еще раз? Чтобы активировать этот механизм. Эти поворот срываются до более тяжелых существ. Друзья, вот оно что. Смотрите, значит, нам с вами нужно опять найти где-то урну тяжелую. А тяжелая урна, я знаю где она есть, друзья, но нам придется мимо паука идти. Это не очень хорошо. Хорошо, если только нету где-то рядом такой урны. Давайте сейчас пройдемся в эту сторону. Может быть здесь найдется такая урна где-то и мы попробуем ее взять. Отлично, друзья, еще одна дверь открыта. И, внимание, что-то происходит. Какой-то луч подсвечивает нам призрак, друзья. Внимание, призрак, искра. А из нее пламя. Искра, не понимаю, о чем вы. Аккорд ведет за собой мелодию. Так, мелодия, спеть песню. Друзья, давайте споем песню этому призраку. А что интересно будет? Вы берете лютню и готовитесь играть. Слава, сто из ста. Искра, а из нее пламя. Вот как, друзья, значит нам нужно правильно сейчас выбрать песню. Воин в золоченых латах. Давайте попробуем спеть эту песню. Друзья, я, конечно же, петь не буду. Хоть мне, может быть, с какой-то стороны хотелось бы попробовать. Но попробуйте вы там как-то рифму сами себе сопоставить. Я просто послушаю мотив, почитаю слова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! вращается быстрее из него вырастает призрачная фигура о друзья посмотрите так крыса призрак какой-то скажи о мышь что это за место задание обновлено тайна катаком друзья у нас вот он это это наше задание так кто вы тут такой кто как будто мы боимся мы не боимся мы прям сразу и скажем это могила героя дуинлана дуинлан да я дуинлан издала я была дуинлан отдал это у нас что такое дал был построен незапамятные времена у слияния двух больших рек когда-то он был столицей крысиных земель и резиденции крысиных королей ну понятно какой-то большой красивый огромный город понятно дуинлан вы наверное сестра великого героя дуинлан для меня честь да пожалуй для нас честь познакомиться легендой я лишь тень воительница не более так это даже еще и девушка женщина воительница было интересно как странно вновь говорить и быть услышанной спустя тысячу лет но зачем ты пришел сюда о добрый мышь я чувствую тебя гложет вопросы в легендах говорится что вы были крысом историю строят на обломках правды а иногда друзья и на том не строят и на блоков правды тоже да я начинаю это понимать любезный мышь что это за место знаете давайте мы ответим потому что который раз спрашивает он а мы все никак не можем сказать странно нет ответа ну да ладно ответим верхнем я ищу кое-что ценное кое-что потерянное понимаю но я чувствую что ты не найдешь здесь того что ищешь да я делаю это для своей жены и мэры здесь много сокровищ теперь я богаче чем было при жизни странно но все это я бы отдала за одно воспоминание или за то чтобы вспомнили меня а ты уже дал мне куда больше прошу тебя бери что хочешь вы все это время были одни когда-то паломники приходили сюда за моим благословением но никого не было уже уже загрустила дуинлан последним был крыс добрый крыс он говорил со мной хоть и не знал что я здесь его звали не помню но помню что он был под гнетом тяжелой ноши я рад что вы стали для него утешением боюсь недостаточно тот крыс что искал вашего совета как его звали звали его имя было громкое словно боевой рык и резкая как удар холста он взял кое-что и оставил что-то взамен там на алтаре он покаялся поклялся однажды вернуть то что взял но увы этот день еще не настал вы одна такая или есть кто-то еще мои товарищи давно ушли остались ли достались лишь кости и прах скажите можно ли призвать на разговор любого умершего любого нет лишь тот кто умер в растерянности или полном сожалений остается бред или полным сожалений остается бродить между мирами почему вы все еще здесь я останусь тут пока пока не вспомню вспомните что что-то или кого-то 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 кого я любила я я не помню ты хотел с кем-то поговорить да с моим сыном будь уверен он покоится с миром не стоит беспокоить его душу простите леди дуэнлан мне пора любезный мышь в этом сосуде часть меня у себя под ногами вы обнаруживаете простую каменную урну странно что-то что тут странно что до этого вы ее не замечали прошу возьми так и смогу явиться тебе когда потребуется миледи не знаю не знаю как вас благодарить до встречи любезный мышь надеюсь ты найдешь что ищешь так ну вот друзья интересно интересно поговорили мы здесь с призраком а это оказалось призрак богатый сундук друзья и что он давайте возьмем ох друзья это вот так нам идти сейчас это тяжеловато будет она друзья давайте его куда-нибудь поставим поверхность не подходящая а здесь здесь подходящий отлично посмотрим что здесь еще есть ну чтобы здесь не было больше ничего особо и не изучается друзья ничего дуэнлан кто взывает ко мне давайте еще раз попробую поговорить может там какие-то интересные остались реплики которых мы не знали если у тебя есть вопрос прошу задавай его нет мы поговорили полностью нас ничего не осталось не простите леди дуэнлан мне пора прощай любезный мышь по друзья как интересно вы только посмотрите мы нашли здесь какой-то сундук друзья а вот смотрите теперь с этим сундуком он оказывается как я понимаю тяжелый и мы попробуем при помощи этого сундука и доспехов стражника открыть дверь а ну друзья попробуем сейчас главное донести чтобы ничего не случилось сундучок то у друзья это паучок там этот все подпискивает гаденыш противный не нравится он мне и друзья кажется нам куда-то куда-то вот к этим воротам давайте сейчас их откроем но предварительно друзья нам нужно переодеться или попробуем просто наступить вместе с сундуком посмотрим что будет нет друзья ничего не будет для этого давайте попробуем одеть весь комплект стражника и теперь наступим да друзья так и есть посмотрите сработало сработало друзья это классно идем вниз я думаю пройдемся мы пока в доспехе стражника потому что в любом случае нам без разницы мы быстрее не пойдем если его снимем друзья вы знаете вот интересно мне еще посмотреть карту даже мы все-таки сейчас выйдем куда попадем к призраку мы сходили ну такое чувство друзья что мы по моему здесь все обошли ну давайте пройдем дальше вот возможно к этим воротам пол друзья что происходит только посмотрите крик гигантской сороки сотрясает зал сбивая вас ног сундук выпадает у вас из рук и в дребезги разбиваются о плиты ох друзья вот это обидно вот это обидно сундучок не донесли мы а ну заберем сверток тайна катакомб достать содержимое сундука вернитесь к силосу гигантская сорока вы только это видели друзья вот это да вот это был поворот а как же мы откроем сейчас а вот никак не откроем друзья нам наверное придется идти куда-нибудь за урной а вот здесь интересно нету урны такой хотя зачем нам собственно урна мы же здесь можем перелезть эту эту дверку я надеюсь друзья гигантская сорока вот это да напала на нас сундук поломала гадина такая кажется все сапоги вопрос только темы отделе ну вроде как похоже что те отлично друзья то здесь даже ворота нам не нужны мы так вот резво бодро их перепрыгнули и отправились дальше друзья давайте еще посмотрим что здесь есть интересного не хочется ничего упустить ничего пропустить ну классно друзья классно сорока гигантская вообще не простим не забудем интересно поверит ли нам силы с друзья может он и не знает что существуют такие гигантские сороки а мы ему будем сейчас рассказывать что напала на нас он нам верить даже не будет друзья какой-то гриб нет просто просто пыльца друзья интересно вот здесь я не шел мне кажется или или шел просто уже не помню давайте попробуем подняться наверх куда идет дорога интересно так а вот кольцо оу друзья смотрите как классно мы куда-то вышли и вышли вышли друзья мы куда-то прям туда по моему где уже ходили и были интересно только вот что я по моему друзья не ходил вниз давно это было но я уже не помню но по моему друзья я вот сюда вниз не ходил давайте спустимся посмотрим куда ведет эта дорога может куда-то в какое-то интересное место например так друзья вы знаете давайте сейчас сделаем вот что здесь вверху по моему есть возможность сохраниться ох друзья вот это жестко забыл я забыл про этот капкан ох вот это я сейчас отложил кирпичиков слегка ух взбодрился зато друзья бодрый капканчик такой вот бочка сейчас мы сохранимся в ней друзья и игра сохранена и вернемся туда вниз там наверное нужно будет нам попрыгать попрыгать по всяким кстати друзья вот еще смотрите здесь есть урна вот она где-то вот она одеваем снова костюм стражника берем урну друзья и просто откроем еще одну дверь нести долго медленно но ничего друзья донесем донесем на хорошее дело времени не жалко и вот сюда друзья нам нужно раз все открыли короткий путь открыли друзья это хорошо да именно короткий путь вон там как раз-то гадина сидит которая в одной из серий друзья нас кусанула а именно в прошлой причем кусанула больно гадина такая вот как то так быстро и друзья вспомнил что к чему и сейчас еще разок последний разок друзья мы сохранимся и начнем сейчас уже отсюда я думаю стоит нам восстановить наверное наше здоровье все таки съедим здесь огрызка всяких жуков пауков морковки отлично все и отправимся в путь ахты злобный капкан пнул бы тебя ногой да нельзя не знаю как это сделать его друзья вот как-то нужно нам здесь попрыгать ах друзья не получилось не получилось а интересно реально ли туда допрыгнуть загрузить игру загрузим вот за этим друзья мы сохранились давайте знаете даже как сделаем вот так и вот так возможно попытка еще у нас будет одна на все на это дело не исключено но интересно друзья вообще если смысл туда прыгать что там и зачем туда прыгать в итоге not на первую легко запрыгнуть сложнее запрыгнуть на вторую ну еще разок попробую друзья не знаю зачем это нужно ну вот сюда запрыгнули давайте осмотримся но там есть друзья там есть зачем туда прыгать ох друзья получилось отлично мы забрали еще одну урну и вот вопрос теперь как бы нам вернуться обратно ох последний момент в самый последний момент запрыгнул вообще вот конечно туда бы запрыгнуть друзья как-нибудь но отсюда явно я не долечу вопрос а нам вообще туда нужно но туда друзья проход есть хотя с другой стороны наверное этот проход соединяется с обратной стороны ну вы знаете давайте а вот кстати интересно смогу вообще назад вернуться да друзья смогу отлично все не хочу рисковать пытаться еще раз прыгать потом опять сохранение бежать друзья нашли мы еще одну урну какую-то нужную наверное я думаю не просто так она там была в таком секретном месте запрятана сейчас мы еще раз сохранимся и продолжим продолжим нашу прогулку а вот интересный вопрос друзья этот лифт вообще куда-нибудь еще ехать может вот здесь стрелка вверх и посмотрите есть стрелка вниз а куда же ниже интересно куда ниже может попасть этот лифт ниже катакомб друзья вот это интересный момент и посмотрите гавань друзья вот это да вот это класс нашли локацию гавань и вы знаете давайте мы наверное сейчас переоденемся в страшника чтобы в незнакомой локации мы как бы еще пока не знаем где-то куда тут чего за каким углом поэтому мы с вами сейчас здесь походим спокойно стражники нам не помеха заодно мы по карманам сейчас пошарим у них что-нибудь интересного там в этих кармашек это завалялась вот платочек например спасибо друг спасибо за платочек и друзья что у нас здесь а прыгать мы не можем хотя наверное смогли бы если бы можно было запрыгнуть друзья какой-то здесь такой дом скале интересный а там кто-то наверху есть и и это крабы посмотрите огромный краб друзья вот это да вот это интересно где бы нам сейчас сохраниться очень нужно сохраниться нам где-нибудь ключ от ворот подъемника интересно вот закрытые ворота и не открывается пока давайте попробуем подойти поближе что с нами сделает этот краб интересно золотой самородок друзья вот это это неплохо так а краб тем временем стоит к нам спиной помните нам воришки свисток друзья вот он вот он свисток для воришек я только хотел вам сказать что воришки нам рассказывали что в какой-то клетке с крабом сидит лежит точнее их свисток друзья и мы его нашли отлично но гавань пока закрыта для нас поэтому друзья наверное мы поедем сейчас вверх классная серия друзья у нас с вами получается много всего интересного мы нашли много всего открыли давайте поедем наверх и и потихонечку начнем идти дальше дальше по нашему сюжету катакомбы нет нам нужно выше однозначно нам нужно выше вот друзья двор вот сюда то нам и нужно я думаю походим пока в костюме стражника потому что опасно здесь без этого костюма могут нам и наделать нехороших всяких дел и сейчас бы где-нибудь сохраниться друзья насколько я помню вот здесь есть бочка сейчас мы до нее до гребем и сохранимся очень много мы интересного и нужного и важного нашли не хочется сейчас это все потерять и уж тем более начинать сначала и какой какой план дальше я думаю сейчас съездим к силосу все-таки он нас отправлял в эти катакомбы сходим к нему сейчас он нам расскажет что дальше мы ему покажем содержимое сундука и попробуем рассказать ему про эту синицу корзинка еле тянет нас в доспехах стражник это тяжело и приходится силос привет давно не виделись с тобой давай-ка мы поговорим добрый друг что такое силос я принес сокровище вот а где сундук он сломался внутри я нашел вот это ладно силос развязывает горловину мешка и достает запечатанный с обеих сторон тонкий серебряный цилиндр с замысловатым узором что это ты у нас спрашиваешь силос ты серьезно понятия не имею это все что было в сундуке да все я ожидал найти серебряное кольцо вроде этого крыса вытаскивает из своей сумки серебряное кольцо толщиной чуть больше своей руки вашей руки свете жаровне вы замечаете фрагменты надписи выгравированные на его поверхности это точно был тот самый сундук там был только один любезный мышь когда-то там был еще один сундук еще один сундук я видел только один сундук миледи сундук похитили но он еще не утрачен что же давай встретимся в колокольне на дозорной башне я расскажу тебе все что смогу мышь тело что такое ты просто застыл кольцо у меня еще есть шанс найти его ага тогда чего ты медлишь силос а где колокольня обернись и посмотри вверх ты стоишь под ней твоя подзорная труба я делаю все возможное чтобы он так но это мы уже знаем так вестовики я пока не нашел тебе удалось открыть серебряный тулус пока нет это на ты настоящая головоломка я должен идти друзья давайте сейчас мы колокольня а вот она колокольня друзья вы посмотрите как интересно а ну пойдем к мы сейчас поспим и смотаемся потом на колокольню так а нужно ли нам бутылка нет не нужна все что нам нужно это поспать чтобы нас было немного посветлее в игре как-то темновато получается из катаком вылезли а тут и темень кромешная так как-то вот наверное вот так вот на 6 утра давайте поспим и уже по светлому по интересному отправимся дальше друзья ох классная серия получается честно вам скажу очень классная давненько я не играл в мышонка и прям такое здесь пошло по сюжету всякое разное развитие интересно друзья очень интересно а давайте сейчас с вами переоденемся не знаю насколько нам важно костюме стражника пока ходить но я думаю что не очень интересно интересно у нас ничего нет для ушей ну вроде как ничего ну сколько здесь всего только посмотрите друзья сколько здесь всего ну классно классно и вот она колокольня давайте поднимемся на нее посмотрим здесь нам нужно поговорить с призраком дуин лан а вот кстати она скорее всего появилась да друзья так и есть посмотрите я до этого сюда так ни разу и не поднялся представляете а ведь можно здесь и флажочек сжечь получить за это опыт и много всего тут интересного но давайте поговорим с призраком добро пожаловать добрый мышь не были ли мы с тобой знакомы в давние времена боюсь только в недавние чувствую ты ищешь ответы миледи вы сказали на алтаре был другой сундук сундук ах да помню как пришел мышь и забрал его вы точно говорите не обо мне а тебе возможно впрочем нет он был постарше тебя и покрепче и этот мышь забрал сундук он много чего забрал но далеко не ушел я видела где он пал покажите прошу вас я не помню мои воспоминания как острова в тумане сильнейшие из них воспоминания о чувстве о любви да о моем возлюбленном о нем я помню все кроме имени его имя я бы отдала я его имя я бы все отдала чтобы его вспомнить любезный мышь узнаешь его имя для меня имя моего возлюбленного проведет меня через туман памяти а когда я возможно смогу и тогда я возможно смогу тебе помочь я даже не знаю с чего начать слушай же мышь взгляни туда на озеро и на великую трубу а что к великая труба собиратель название нескольких массивных древних строений и руины которых образуют кольцо на юго-восточном берегу озера воэлия большинство труб лежат под водой озера или выброшена на берег наполовину погруженный выл ну понятно ясно где-то там среди деревьев стоит обелиск в память о моем возлюбленном веками бродила по этим лужайкам надеюсь однажды встретить его но увы труба найди обелиск с ее изображением на нем ты прочтешь имя моего возлюбленного я это знаю точно если я найду имя то придут с ним к вам клянусь я буду ждать тебя здесь на ступенях боль дальней башни отлично друзья так так вот что-то прям вырисовывается у нас интересно они те ли это обелиски которые мы с вами друзья зажигали какие-то свечи там ночью вот это вот вопрос давайте сейчас посмотрим по заданию что там нужно кольцо воспоминания найдите имя возлюбленного дуинлан среди сокровищ из гробниц не было кольца так понятно найдите в лесу могилу возлюбленного дуинлан его имя может освежить ее память так так ну первое что идет на ум друзья это проверить кстати а что у нас здесь есть может мы тут и не все еще исследовали какие-то интересности тут остались прошли мимо нас ну вроде как ничего такого больше нету первое что идет на ум это попробовать с теми обелисками поделать какие-то манипуляции что-то посовершать потому что мы зажигали там свечи напомню друзья это не дало никакого результата найти в лесу так интересно интересно ну давайте продолжим и еще у нас задачи какие грибник любитель специалист по грибам найдите бороду так это понятно это костюм это тоже найдите пояс следопыта вот у нас еще пояс следопыт и все и воровская хит найдите камзол вора нам бы камзол вора друзья вернитесь гасты и фаталь вот кстати у нас же есть свисток давайте мы отдадим мышкам воришкам этот свисток друзья посмотрим что они нам расскажут может быть что-то интересное чем-то смогут нам помочь и сейчас мы сохранимся чтобы если вдруг чего покороче нам отсюда идти было нет друзья стоп не туда нам вот сюда куда-то сюда вроде бы друзья пока кажется помню да именно сюда и теперь через двор и вот здесь есть у нас короткий путь к мышкам отлично друзья помню пока все давайте зайдем и поговорим с ними будь здоров и ты вернулся вот ваш воровской свисток отлично чем так воняет ладно чему хочешь научиться вот друзья интересный чтобы взять красный туман сильная рука укладка ох не знаю друзья не знаю ну давайте сильная рука например это конек фаталь я не самая сильная мышина рука у меня твердая все дело в технике бутылки палки если бросать вот так все полетит быстрее и ударить сильнее воу друзья вот это интересно это полезно может быть хочу этому научиться ладно отойди к фаталь показывает вам особую технику броска ладно пока это все так что нам еще нужно еще одна вещь пригодилась бы компас зачем я отлично ориентируюсь на местности вот представь ты в торфяных болотах наползает густой туман а ты без компаса как тебе знаешь лягушку пирата в тюрьме сидит он из воэлии говорят компас спрятан у него в камере вообще он парень ничего ага есть в нем немного воровского духа но не вздумай его кинуть обиды он не забывает я с ним знаком тогда ты понимаешь о чем я и вот еще что учитывая его характер лучше не говори ему что это мы тебя на компас навели понятно вас тут особо не жалует ребята никто причем ну вот друзья вот кстати что то у нас и намечается интересного можно сбегать дополнительно еще к тому старому пирату лягушки я думаю выдвинемся мы сейчас в его сторону потихоньку постепенно а там будет видно друзья сколько пройдем столько пройдем серия у нас потихонечку подходит концу поэтому попробуем дойти до него а там дальше будет видно куда отправимся об друзья и подождем подождем пока уйдет крыса и он уйдет а мы пойдем к пирату все иди иди тебе в ту сторону вот здесь дремит крыса друзья но эта крыса может с легкостью нас заметит поэтому нужно нам будет периодически притормаживать и и куда нибудь здесь сохраниться спрятаться и сохраниться вот прям в этом сундуке друзья так и сделаем и я думаю друзья поговорим мы уже в следующей серии с пиратом эта серия у нас постепенно потихоньку подошла концу мое возвращение к этому прохождению я считаю вполне нормальная у нас получилось много всего мы интересного здесь посмотрели повидали много чего получилось у нас сделать спасибо что посмотрели это видео если вам оно понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал в комментариях обязательно друзья что вашей помощи по этой игре именно помощи друзья это очень важная игра не не из простых в ней нужно многое знать во многом ориентироваться обязательно высказывайте ваше мнение по этой игре по этой серии по каналу в общем все советы пожелания предложения друзья все направляйте в комментарии будем с вами там общаться знакомиться и увидимся в следующей серии пока пока пока